Да? Ага. Я не могу вставить это в этот обзор. Не получится. Ютуб меня заблокирует. Мне это нахрен не надо. Да и пусть не смотрят. Меня и так никто не смотрит. Ладно, я что-нибудь придумаю. Угу. Хорошо. Доброго времени суток. С вами Данила Рыжкин. И это Нижа Форникейшн. Шестой выпуск. Здесь не будет шестерки. Я не буду воровать свои идеи у бородача. Ну что ж, давайте перейдем сразу к этой очень интересной теме. Все смотрят порно. А те, кто говорят, что не смотрят порно, ну им надо верить, потому что все-таки нужно верить людям, и, наверное, они не смотрят порно. И прежде чем начать возмущаться насчет этой темы, прежде чем начать углубляться в нее, как порно-актер углубляется в порно-актрису, давайте сначала изучим ее. Немножечко истории от моего приглашенного гостя, ученого-еврея-спайдер-мена. Прошу, прошу, пожалуйста. И вот теперь, когда мы знаем эти интересные факты, давайте начнем шоу. Во-первых, эту тему я решил раскрутить, потому что ее очень часто ищут в интернете, и, может быть, меня все-таки кто-нибудь посмотрит. А если ты, мистер интернет-неудачник, который хочет найти порно на ютубе, все еще меня смотришь, то знай, порнографии не будет. А ссылки на нее я тебе тоже не предоставлю. Поэтому сиди и смотри меня, чтобы впитать кое-что интересное. Ну, мне, я думаю, что это интересно. А если не хочешь... Блин, нахер отсюда! Так вот, перейдем к теме моего возмущения. Ох уж эти люди, ох уж эти люди, которые отказываются от просмотра порнографии, отказываются от обсуждения порнографии. Для меня это странность. Потому что... Потому что у этих людей уже было половое созревание, и они, скорее всего, сексом-то занимались. А если они им занимались, значит, они были вовлечены в это. А порнография это только картинка. И что ужасного в этой картинке, если ты присутствовал при этом акте? Что такого плохого? Что может повлиять на тебя негативно? Я рассматриваю это так, что те, кто возмущаются, может быть, и не занимались сексом, или же знают, насколько они там ужасные. Ведь в порнографии все всегда прекрасно. Все накачаны, все подтянуты. Но есть, конечно, очень интересные части этого искусства. Но в основном это так. И когда такие люди, которые могут только пыхтеть и потеть, смотрят это, они вспоминают себя, им это неприятно, и поэтому они отказываются от этого, потому что понимают, насколько они неудачливые существа. Ну, хватит о людях, а то я постоянно на них возмущаюсь. Давайте повозмущаюсь о более глобальном, о киноиндустрии, потому что она в этом тоже виновата. Я очень люблю такие фильмы, как «Звездные войны», как «Бэтмен», ну, видимо, и «Супермен». Ну, и много других хитов есть, которые я знаю, которые я люблю. И вот что самое интересное... А самое интересное то, что порноиндустрия делает пародии на эти фильмы, и мне очень жаль смотреть на это, потому что это травмирует мою и так уже травмированную психику. И в этом обращении, в этом своем выпуске я хочу сказать вам, господам из-за рубежа, которые делают эти пародии. Go fucking way, bitch! И вот это вот тоже вот посмотрите. Не надо так делать. Придумайте свои идеи. Реализуйте свои идеи. И не ты где идеи великих режиссеров и великих актеров. Потому что мне как-то не особо хочется смотреть, как Дарт Вейдер пристает к Чубаке с грудями. На этом, я думаю, надо заканчивать, потому что и так уже все затянулось. Да и тему, если мусолить, то можно мозоли натереть. С вами был Данил Орышкин, ведущий передачи Ниже Форникейшн, и теперь, да, мы выходим в таком формате. Надеюсь, вы меня услышали и поняли. Всем спасибо. Всем дизлайк.